Здравствуйте! В эфире телеканала Видное ТВ, программа «Страница 17», и я, ее ведущая, Юлия Стаферова. Книги – это летопись народов. Они передают из века в век богатство опыта, накопленного человечеством. Первая библиотека появилась в VI веке до н.э., а деятельность хранителей книг всегда была почетной и уважаемой. Первые ее представители работали еще с глиняными табличками. С тех пор многое изменилось. Сейчас в библиотеках нового поколения, кроме читального зала, есть пространство для развития. Неизменно осталось только то, что профессия библиотекаря по-прежнему привлекает людей. Здесь, в этих стенах, пусть в этой маленькой, но библиотеке, я нахожу, куда можно творчески воплотить свой, так сказать, потенциал. Это я веду студию художественного слова здесь, абсолютно бесплатно для всех желающих. Сейчас открыла недавно театральную студию БУФ. Ну и, конечно же, знакомлюсь с различными людьми, которые также открыты к творчеству, которые художники, мастера по лепке из полимерной глины. В общем, создаем наши библиопроекты. Я и моя коллега тоже библиотекарь. В общем, стараемся творчески наполнить эти стены. Не только книгочтением, что само по себе прекрасно, но и творчески наполняем ее. Сейчас все больше книг хранится в электронном виде, в то время как бумажные экземпляры теряют свою популярность. Люди разделились на два лагеря. Одни уверены, что будущее за электронными версиями, а другие считают, что печатные издания никогда не исчезнут. Кому как. Я считаю, что главное, чтобы человек читал. Как он читает, в каком он в виде читает. Если он выбирает сам, чтобы он портил свое зрение, это его личное дело. Если он хочет книгу, пусть читает книгу, хочет электронную. Это же у каждого свое. Споры, они всегда... Хорошо, что есть спор. Это значит, люди читающие, раз они спорят друг с другом. Для того, чтобы вернуть людям интерес к печатным изданиям, в библиотеках проводят занятия для детей и взрослых. И это привлекает внимание к литературе. В центральной библиотеке есть конкурс подделок для ребят под названием «Сделано волшебниками». В этом году мы проводим уже десятый по счету новогодний конкурс. Мы его назвали «Сделано волшебниками», потому что дети – это и есть самые настоящие волшебники. То, какие они представляют работы на наши новогодние конкурсы, они очень красиво заслуживают такой большой похвалы, оценки, очень интересные. В этом году мы расширили немножко наш конкурс и сделали три номинации. Это «Дракоша» – символ года, потому что 2024 год – год дракона. Новогодний сюрприз и третья номинация «Неожиданно». То есть отдали эту номинацию на откуп самих ребят, полету их фантазии, что хотят, пусть и делают, но с новогодней тематикой. Также здесь провели интеллектуальную викторину для подростков, которая называется «Своя игра». Ребята отвечали на вопросы об истории Ленинского округа. Победили участники из команды «Созвездие». Ну, мы хорошо подготовились. Я думаю, совместная подготовка всей команды помогла нам выиграть. И я хочу сказать огромное спасибо Михаилу за то, что он очень хорошо и уверенно отвечал на все вопросы, очень хорошо подготовился. Прошу подарки. Мы получили книгу стихов Евгения Зубова, замечательного поэта Есенина Видновского края. Мы получили грамоту и настольную игру. Было очень интересно, мне очень понравилось. Кроме различных конкурсов и мастер-классов, в библиотеках муниципалитета проводят тематические мероприятия и встречи. Во Всемирный день борьбы с диабетом, который отмечают 14 ноября, в Центральной библиотеке рассказали все, что касается этого заболевания. Мероприятие прошло при поддержке Ленинской районной общественной организации инвалидов-диабетиков. Это традиционное мероприятие, которое мы проводим с 97-го года. День, посвящен Всемирным днем борьбы с сахарным диабетом. Конечно, это не праздник, но это День нашего единства. Потому что это большая проблема, это мировая, можно сказать, проблема пантемии 21 века, которая объединяет не только пациентов с диабетом, но и их семья, врачи, которые их лечат, медсестер, которые оказывают им помощь. А также на встречу с жителями пришли специалисты из медицинских учреждений. Данное заболевание сейчас очень актуально в плане того, что оно очень распространено по всему миру, не только в России. И меня очень радует, что у нас была возможность сегодня встретиться с жителями Видновской Ленинского городского округа, чтобы обсудить это заболевание. В России днем памяти жертв политических репрессий считается 30 октября. Для того, чтобы почтить память погибших, сотрудники библиотеки поселка Новодрожжино ежегодно организуют экскурсию на Бутовский полигон Ленинского округа, а также проводят патриотические часы для школьников. Школьный возраст детей – это в приоритете, потому что именно им мы должны закладывать то, о чем они дальше должны нести свою суть в дальнейшем, когда нас уже не будет. Ну, как говорится, передаем из поколения в поколениях. Чтобы помнили. Был такой телевизионный проект, и это мероприятие, которое прошло совсем недавно, мы назвали так же. Чтобы помнить. Не страдать и не «Ой, что же делать дальше?» Помнить, знать и стараться не совершать ошибок. Жизнь зависит от нас самих. Помним и идем дальше. Дорогие дети, говорим мы им. Современная библиотечная система идет в ногу со временем. Она уже не похожа на ту, которая существовала много лет назад. Сейчас это пространство для творчества и вдохновения. На этом наш выпуск заканчивается. С вами была Юлия Стаферова. Увидимся в следующей программе «Страница 17». До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!